Хургада Что такое Хургада? Для кого-то Хургада это просто название на карте мира. Для кого-то Хургада это место туристического отдыха. Для кого-то это место проживания Хургада. На самом деле Хургада это бывший рыбацкий поселок, который протянулся вдоль побережья на протяжении 40 километров. Здесь круглый год лето. Даже если зимой бывает ночью плюс 13, а летом днем до плюс 56, все равно это лето. Вода в Красном море даже зимой не опускается ниже плюс 22. Богатая флора, фауны и красивейшие коралловые рифы. При всем при этом в Хургаде очень сильные ветра. Теперь я понимаю, почему люди ходят в длинных до земли одеждах. Потому что когда дует сильный ветер, то песок очень больно бьет по открытым участкам тела. И еще не стало понятно, для чего люди заматывают голову шарфами и платками. Потому что ночью, когда дует сильный ветер, это действительно очень-очень холодно. Открытая кожа и лицо, и уши мерзнут так, как будто ты находишься на морозе. В Хургаде много такси, но я предлагаю вам все-таки ездить на маршрутках. Это очень экономичный вид транспорта. Плюс вы столкнетесь с местными жителями плечо к плечу. И увидите город так, как его видят местные жители из окна маршрутного автобуса. А еще лучше ходить пичков, чтобы видеть не только плацат центральных улиц, но и заглянуть в маленькие проулки, переулочки и посмотреть, как живут по-настоящему местные. В ночное время вы можете сходить в Хургаде на дискотеку. Цена билета от 150 фунтов. Для женщин в некоторые дни вход и напитки бесплатно. Самое удивительное, что в Хургаде есть даже свой дельфинарий. Он был открыт в 2011 году. И там, кроме дельфинов, есть морские львы, котики и мороженые. А теперь давайте посмотрим на основные достопримечательности Хургаде. И начнем мы с севера, где находится музей биологии и аквариум. Чтобы доехать до музея биологии, вам необходимо прийти на эту остановку маршрута. Она находится рядом с рынком в старом городе. И спросить у водителей Файрус. Все маршрутки, которые идут в Файрус, проходят мимо музея биологии. Стоимость проезда около одного фунта. Ориентиром для поиска музея биологии будут ветряки. Они будут от вас по правой стороне. Как только вы их проедете, вам нужно будет смотреть вдоль дороги. Указатель, где будет написано аквариум, музей биологии, институт океанографии. Такая научно-исследовательская станция, которая изучает флору и фауну Красного моря. Музей открыт для свободного посещения с 8 до 8 каждый день. Еще одна достопримечательность Хургады – мечеть Абдуль-Хасана Эль-Шази. Построена в 1968 году из мрамора, высота 40 метров. На открытие приезжал стоящий тогда у руководства страны президент. Названа в честь проповедника, который жил 600 лет назад, был очень образованным и имел силу слова. Наставлял людей на путь истинный. Мечеть находится в старом городе, недалеко от рынка в Дахаре. Так выглядит мечеть внутри. Еще одна достопримечательность Хургады – Коптская церковь. Построена в 1922 году англичанами, которые здесь занимались добычей нефти. Потом эта церковь была передана местным коптам. Копты – это древняя ветвь христиан. Церковь находится в старом городе, в Дахаре, недалеко от рынка. Полдень. И вот так в солнечных лучах выглядит Коптская церковь. А сейчас мы сотворим чудо. Досчитаем до трех. И наступит вечер. Раз, два, три. Стемнело. И теперь мы можем видеть, как выглядит церковь в вечернее ночное время. А вот так выглядит Коптская церковь. Внутри идет служба. Служба ведется по-православному, но здесь присутствуют лавочки, так как церковь изначально была сделана как католическая. И прихожане здесь могут сидеть. Служба ведется по-православному, но здесь присутствуют лавочки. Набережная Нью-Марина была отреставрирована в 2008 году. И сейчас является местом дневных вечерних прогулок. Здесь много кафе, магазинов. Отсюда можно отправиться на экскурсию в море на кораблике. Чтобы попасть на Марину, вам нужно дойти по Широтону. До слева будет от вас отель Вольф. А прямо вот такой указатель Марина. От него вам необходимо повернуть направо. Рядом с указателем есть схема, как дойти до набережной Марины. Ну вот за этими воротами начинается набережная, которая называется Нью-Марина. Набережная Нью-Марина, которая одновременно является и прогулочной зоной, и зоной отдыха, и портом. Вот такая прогулочная зона, где слева от вас кафе-магазины. А справа территория порта с белоснежными яхтами. На набережной Марина находится Папас Бич Клуб. Сюда можно прийти на ночную дискотеку. В некоторые дни вход для девушек и напиток бесплатно. В конце набережной Марины и не доходя к мечети Эльмина находится рыбный рынок. Если вы хотите купить свежую рыбу, то вам сюда. Если вы пойдете гулять на набережной Марины, то не обязательно в конце вы увидите вот такое замечательное архитектурное сооружение. Мечеть Эльмина. Построена на деньги прихожан. Находится на набережной Марина. Вот такое явление можно встретить на улицах Хургады. Можно сказать, что это тоже достопримечательность города. Эль Мамша. Улица протяженностью 5 километров. Вдоль которой расположены кафе, магазины, банки, торговые центры. Здесь же расположены клубы Little Buddha и Hard Rock, где проходят ночные дискотеки. Улица имеет большую пешеходную зону. По вечерам здесь очень красивая подсветка. Здесь можно просто прогуляться, а можно посидеть в каком-то кафе или посидеть в какой-то магазине. Улица Эль Мамша находится недалеко от района Эль Каусер. На Эль Мамше находится большой торговый центр Эспланада. И если вы хотите из Хургады съездить самостоятельно в Каир, то на улице Насар, это в сторону старого города, есть станция Гобас. Отсюда ходят автобусы в Каир. Цена билетов от 65 фунтов и выше, в зависимости от комфорта и времени отправления. Чаще всего в египетских магазинах вы не встретите ценников. Но если вы хотите магазины с фиксированной ценой, то вам нужен Spainess. Их несколько. Один находится в торговом центре Сенза, другой в старом городе. И есть еще несколько магазинов с фиксированной ценой. Это магазины метро. Вот этот метро находится на противоположной стороне от отеля Сигул на улице Шератон. Еще один магазин метро находится в жилом районе Эль Каусер. В 10 минутах пешей ходьбы до торгового центра Эспланада и до улицы Эль Мамши. Эта улица и еще одна достопримечательность Хургады. Вечерний Шератон. Магазины, кафе. Обязательно пройдитесь по вечернему Шератону. Еще одна достопримечательность Хургады. Это шоу «Тысяча и одна ночь». Проходит она три раза в неделю на территории отеля Лейлова Лейла. Вот на этой арене происходит красочное, фееричное шоу. Рассказывающее о истории образования Египта и всех тех чудесах, которые здесь происходили. Еще одна достопримечательность Хургады – кафе быстрого питания. Египетская национальная кухня. Кафе «Гад». Одно из них находится в старом городе. Вот оно перед нами. Еще одно кафе «Гад» находится на Шератоне. «Гад» в переводе с арабского значит «серьезный человек». Вот такое уличное кафе для серьезных людей. Еще одно кафе «Гад» находится на Эль-Мамш. Посетите обязательно «Гад» и попробуйте национальную египетскую еду. Здесь вам предложат кошари, лепешки с различными начинками. Ну и сами посмотрите, что вам захочется попробовать.